Артур, понятно, что у вас, скорее всего, с раннего детства был интерес к юридической профессии, но вы выбрали одно из самых сложных направлений. Именно вы работаете с категорией людей, которые попадают в невероятно страшные ситуации. Когда вы осознали вот это, что вы хотите не просто быть юристом, что вы хотите помогать людям? Спасибо. Хороший вопрос. И перед тем, как я смогу тебе этот вопрос ответить, я хотел бы тебя поблагодарить, что ты сегодня находишься здесь. Я знаю, что у тебя очень busy твой график. Сегодня ты пришел к нам в гости, и я очень рад, что мы здесь сидим и с тобой общаемся как два друга. Спасибо. Во-первых, ты себя так располагаешь классно, и хоть даже мы знакомы не такое долгое время, но очень приятно, что мы с тобой общаемся. Спасибо. Давайте расскажу немножко о себе. Мы эмигрировали в Нью-Йорк в 93-м году. Мне было 13 лет, молодой парень, юнош. Это был нелегкий момент, это был момент кучи труда, когда надо было вообще понять, что делать, ни слова английского, в какое направление двигаться. Я нашел себе работу на знаменитой улице в Манхэттене, называется Лексингтон-Авеню, на 66-й улице, в Бегл-сторе, в Бегл-шап. Я, в принципе, был на кассе и обслуживал людей, которые приходили там с разными заказами для Бегл-сных. И я познакомился с составом, и один из людей, который, скажем, приходит мне в голову, почему я вообще нахожусь сегодня в этой области, он также приехал в Центральной Азии, с Амарканда. Он был наш доставщик, он развозил еду клиентам на дом. Значит, у него был велосипед, он брал пакет, и он развозил еду, потому что, не забывая, это 93-й год, там не было никакого Убра, никакого Инстаграма, никакой вот этой разной сети, где можно было заказать, и у тебя заказ прямо возле твоей двери. Там были traditional deliveries, где звонили, телефон еще, знаешь, все было по-другому. Заказали, был заказ, он, значит, берет этот пакет и едет к клиенту на велосипеде. Буквально несколько минут, как он в дороге, машина теряет контроль и сбивает его. Получаем звонок, получаем звонок в наш Bagel Shop, то, что вот у него вот такая вот серьезная авария, пожалуйста, кто-то придите. В течение какого-то года я с ним очень сблизился. Он был намного старше, чем я, всегда мне советовал, что делать, как делать. Очень хороший человек, мы с ним дружим до сегодняшнего дня. Он попал в большую проблему. Я узнаю быстро, где он находится, даже недолго думая, бросая все, бегу к нему. Поэтому ситуация была, конечно, критическая, потому что его велосипед был под машиной, он валяется прямо на земле, кровь повсюду, он себе повредил колени, потому что удар был очень сильный, руки, шея, в принципе, боли повсюду. Но что я заметил, у него был страх, у него был сильный страх в глазах. Я бы никогда такого не видел. Страх, потому что он не знал, что будет с ним в этой ситуации. Он никогда не был в этой ситуации, я никогда не был в этой ситуации. Медицинские биллы, что это вообще обозначает, какие суммы? А в Нью-Йорке это сумасшедшая сумма. До сих пор сумасшедшая сумма. И до сих пор сумасшедшая сумма. Так что он на земле знает то, что он тот человек, который зарабатывает деньги для своей семьи. У него двое детей, жена, мама. И он был в потере. Я ему говорю, давай мы вызовем скорую помощь. Нет, не вызывай, потому что я не знаю, что будет со мной. Он боялся, что его будет депортировать. А почему он так переживал? Какой у него был иммиграционный статус? Он был беженец. Такой не знал вообще, что будет. Так что у него в голове просто происходило столько разных мыслей. Надо было принимать решение прямо сейчас. Кто-то уже вызвал скорую помощь. Скорая помощь его забирает. Везет в госпиталь. Там они его спрашивают, как всегда, куча вопросов. Как произошло? Что произошло? Он боится им ответить. Потому что не знаю, что за ним придут. Заберут его и опять будут депортироваться в Самарканд. Он сам парень из Самарканд. Слава Богу, они сделали свою слугу. Они провели операции. Он там был несколько дней. Вышел в гипсе, еле-еле вообще ходя. Они вытащили его на этом вылчере. И я был вообще никакой несколько дней. Потому что я чувствовал себя беспомощным в этот момент. Потому что я не знал, как я мог ему помочь в этой трудной ситуации. Мы так сильно сблизились, что я знал, что мне надо что-то сделать. В этот момент не было гугла, куда можно было зайти и просто сказать. 90-е годы, конечно. Да, 90-е годы. Мы даже не думали, не представляли, что это такое. Мне пришлось пойти в библиотеку, где я специально выбирал определенные книги, где я мог найти эти правила. Книги, разные articles, газеты. И в течение близкого времени, в течение короткого времени я нашел правила. И я пришел к нему. Я ему объяснил все, что я вычитал, выучил. Все, что я смог узнать. Я сразу же нашел адвоката. С этим адвокатом я поговорил, обсудил все детали. Я пришел к нему и сказал так. Ты можешь спокойно судить. Судить эту машину, которая потеряла контроль. Твой иммиграционный статус не имеет никакую роль. Медицинские биллы все оплачивают иншурсисная компания. И в этот момент я понял, что знать правила – это очень важно. Не только в этой сфере, но в любой сфере. Америка, Нью-Йорк – это штат правил. Каждый твой шаг – есть определенные правила. Это мне было всегда интересно. Из-за этого я выбрал эту карьеру, чтобы именно помогать людям. Потому что, ты знаешь, мне очень часто спрашивают люди, говорят, вот ты делаешь вот это, адвокат, да? Ты это делаешь ради денег. Наверное, делаешь ради денег. Тебе нравится зарабатывать деньги. Нет. Деньги – это не то, что меня толкает, отталкивает. Мне очень нравится, и я себя чувствую в душе. Что я могу помочь людям, что я могу им представить какую-то услугу, правильно направить и получить для моих клиентов максимальную компенсацию. Спасибо. И когда вы уже приняли решение поступать в юридический, после этого вы открыли эту компанию, как это происходило? Хоть и говорят, что не в деньгах счастье, а в их количестве, тем не менее я в это не верю. Я все-таки уверен в том, что если человек занимается тем, что ему по душе, деньги придут автоматически. Вот деньги – успех. Вот для вас что такое быть успешным адвокатом? Для меня быть успешным человеком всегда было очень легко и натурально. Потому что я сам люблю очень помогать людям. К нам приходят в разных ситуациях. Мы готовы всегда помочь им услышать. Очень важно. Разницы нету, какой ты профессии. Либо ты адвокат, либо ты доктор, либо ты архитектор. Какая бы профессия ни была. Если ты понимаешь, что твоему клиенту надо, если ты услышал своего клиента, и ты можешь им помочь, я считаю, что это душевное счастье. Там и деньги, и слава, и успех будет. Понятно. Продолжение следует...